Мои любимые, всем привет! А кто меня не знает, меня зовут Соня, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду делать макияж и отвечать на вопросы, которые я вас просила задать в своем телеграм. Такое видео я уже снимала, поэтому это уже, можно сказать, такая рубрика на канале. Но перед тем, как начать делать макияж, попрошу вас подписаться на мой телеграм, потому что я там появляюсь намного чаще, чем на ютубе. Провожу разные конкурсы. Кстати, вчера уже мы подвели итоги конкурса моего на тысячи подписчиков. И я уже отправила целый бокс косметикой победительницы. Поэтому обязательно переходите в мой телеграм, вот вам QR-кодик, и ссылочка, естественно, будет в описании. Ну что же, давайте начнем. Я уже оформила брови, потому что брови всегда оформляю одинаково. Вы можете посмотреть мое видео про ежедневный макияж. Там я подробно рассказала, как я оформляю свои брови. Я хочу сделать сейчас макияж глаз палеткой от Dior. Именно полный макияж, то есть прям красиво нанести тени. Обычно я наношу один цвет какой-то так быстренько пальчиком и бегу по своим делам. Это палетка Dior Backstage во втором оттенке. Я ее вам очень много раз показывала. Здесь очень красивые цвета, даже есть праймер. Но сначала я воспользуюсь лайфхаком. Наклею скотч, чтобы у меня получилось все ровно. Кстати, по этому способу потом очень удобно рисовать стрелку. Так, у меня тут открыты ваши вопросы. Сейчас буду потихоньку читать, на все отвечать. Первый вопрос. У тебя когда-нибудь были проблемы с кожей? Если да, то как лечила? Если нет, то завидую белой завистью. Выглядишь потрясающе. У меня никогда не было сильных проблем с кожей. Конечно, иногда выскакивают прыщики. Но я думаю, это абсолютно нормально. Особенно, когда я переем сладкого. У меня просто на следующий день такие красные пятнышки выскакивают. Поэтому я стараюсь сладкое не кушать. Конечно, я понимаю, что все зависит от генетики, да, от гормонов в организме. И что у всех людей все по-разному. Но я всю жизнь, насколько себя помню, ухаживала за своим лицом. Начала ухаживать, думаю, с лет 11-12. Всегда у мамы в магазине выпрашивала всякие гели для умывания, масочки для лица. Поэтому, да, я прям с детства в этой теме. И мое золотое правило умываться утром и вечером. Даже если я приду в 3 часа ночи, уставшая, буду сильно хотеть спать, я все равно смою всю косметику и проведу все этапы ухода за кожей. Потому что, если я этого не сделаю, я просто не усну. Буду чувствовать себя ужасно. Прям сильных проблем с кожей у меня никогда не было. Спасибо большое за вопрос и за комплимент. Итак, следующий вопрос. Если учишься, то на кого? И можете дать какие-нибудь полезные советы начинающим студентам. Я уже очень много раз отвечала на этот вопрос, именно на то, где я учусь. Но ничего страшного, повторюсь, я понимаю, что на меня подписываются новые люди. Я учусь на бюджете в педагогическом вузе в МГПУ. Это Московский городской педагогический университет. У меня два профиля обучения. Это проектирование образовательных программ плюс английский язык. Как бы, когда я закончу университет, я могу быть специалистом по проектированию образовательных программ и учителем английского. Так, я сейчас наношу праймер пальчиком. Так, мне намного легче его наносить и растушевывать. Какой бы я совет дала? Заводите друзей. Я не знаю, что бы я делала без своих подружек. В институте мы делаем вместе абсолютно все. Все проекты, все доклады. Поэтому, да, обязательно заводите друзей без каких-то знакомых. В институте будет очень сложно, очень скучно. Вот, с друзьями учиться намного легче. Наношу сначала самый светленький цвет. Будешь ли ты работать по профессии? Насколько я помню, ты учишься в педагогическом вузе. Я вообще не очень довольна выбором своего вуза и вообще как бы, да, профессии. Я выбирала вуз, только полагаюсь, конечно же, это бюджет, чтобы, да, за вуз не платить. И я ориентировалась на местоположение вуза. Поэтому я как бы выбирала из того, что есть, а не из того, что я хочу. Обучение вузе мне не очень нравится, но я очень люблю английский язык. И в основном я езжу вуз, чтобы его подтянуть. Возможно, в будущем буду брать учеников на репетиторство. В школе точно нет никакого желания работать. Так, теперь беру цвет потемнее, нежно-коричневый. Следующий вопрос. Любимый бренд одежды. Я никогда не гоняюсь за брендами. Для меня главное, чтобы вещь была качественно сделана, из хороших материалов натуральных. А если я выбираю футболку, то это только 100% хлопок. Если я выбираю свитер, то это только шерсть. Чаще всего при выборе одежды я никогда не смотрю на этикетку, где именно написан бренд. Я сразу же беру вещь в руки, читаю ее состав и смотрю на качество швов, чтобы все было ровненько, красивенько. Вообще, наверное, 60% моего гардероба это валберец. То есть, да, ко мне приходит какая-то одежда. Я ее сразу осматриваю. Если мне все нравится, я ее выкупаю. Вообще, больше люблю мультибрендовые магазины, потому что там всегда очень много вещей, всегда всякие скидки. Но чаще всего вот мы в здании заходим в Stockman. Я больше люблю онлайн-шоппинг, потому что он не так сильно забирает у тебя силы. Но если оффлайн-шоппинг, то это обязательно с кем-то, потому что мне одной очень скучно ходить. Я сейчас еще раз немного белым вначале пройдусь, чтобы подсмешать эти два цвета. И на сердиночку еще белый кладу. Так взгляд свежее кажется. Решила начать снимать видео на YouTube. И как пришла к этому? Я с детства любила снимать видео. Когда мне было лет 11-12, я у бабушки на даче брала телефон и снимала что-то типа влога. Я не знаю, зачем я это делала, но мне потом было очень весело это все пересматривать. Любила очень смотреть сам YouTube. Это вот, знаете, Эра Саша Спилберг, Марьяна Ро. Мне нравилась идея YouTube, что люди могут делиться своим позитивом. Впервые я опубликовала видео в TikTok лет 6 назад. Потом, когда я была в классе в 8-9, я активно вела свой TikTok. У меня даже была своя аудитория, 5000 человек. Но как-то почему-то потом забросила. Только год назад я решила что-то снять на YouTube и начала с шорцев. Как-то узнать, да, YouTube, узнать алгоритмы. Я снимала шорцы. Сначала думала, что я буду снимать именно влоги. То есть про бьюти какую-то тематику я вообще не думала. Летом 23-го года я сделала, заказывала в том яблоке и думаю, ну ладно, почему бы не снять распаковку. Все это понравилось. И я решила снимать видосики про бьюти-тематику. Ну не только. Я влоги тоже снимаю, но именно вот бьюти-тема меня больше как-то вдохновляет. Мне очень нравится фотографировать, монтировать видео. Я прям кайфую от этого всего. Так, теперь беру скошенную кисточку, набираю самый-самый темный оттенок, вот этот. Крем я сейчас буду вырисовывать стрелочку. И следующий вопрос. Твои любимые бренды уходовой косметики? Если гели для умывания, то это Clinique La Roche-Posay. И еще, наверное, поет. У них классная пенка для умывания, которая у меня уже закончилась. Если кремы, то, конечно же, мой любимый крем у Darling, который с витаминным комплексом идет. Я его очень люблю. У Icon Skin очень классные кремики. И вообще уходовая косметика у них классная. От этого бренда пользуюсь кремом с витамином С он идет. И пудрой. Эндимная пудра. Это очень классная штука, которая работает как скраб. Равнивает тон кожи. Если масочки, то это, конечно же, Darling. Моя любимая. Это черная маска, которая такая еще пузырится. Мне очень нравится после нее эффект. Кожа становится прям такой гладкой. И маска очищает поры. Если мицеллярная вода, то, опять же, Darling. Тоже люблю их мицеллярную воду. La Roche-Posay. Тоже неплохая мицеллярка у меня была. И, конечно же, база. Это от Биодермы. Напишите вы в комментариях, какие вам больше бренды уходовыми на косметике нравятся. Мне будет очень интересно почитать. Я стараюсь сделать такую растушеванную стрелочку именно. Следующий вопрос. Экспериментировала ли ты с цветом волос? Вы не поверите, но 2 года назад у меня были розовые волосы. Точнее, не все розовые волосы. А часть нижних волос у меня была розовая. Видимо, мне было очень скучно жить на этом свете. И интересный факт. Меня красил мой брат. Но, если бы не этот экспириенс, я бы не покрасила волосы в тот цвет, который есть сейчас у меня. У меня вообще сами волосы именно родные русые. Я думаю, сейчас цвет, который у меня, это такой холодный каштановый. Он не идет больше. Смотрите, какая у нас получилась красивая ровная стрелочка. И сейчас я чистой кистью немного ее потушевываю. Ну что, я нанесла тон. Сейчас сделаю контуринг. Кстати, смотрите, какой классный бальзам купила от Евы Мозаик. Очень удобный чехольчик. Смотрите, так чик. И самый такой полупрозрачный с блесточками. Очень классный бальзам. Прям в восторге была. И стоил он 200 с чем-то рублей. Ну что же, мои любимые, вот такой макияж. Что у меня получилось. Пишите обязательно в комментариях, как вам прям такой весенний макияж. На 500 подписчиков в Телеграме я проведу еще один конкурс. И помните, что вы у меня самые лучшие, самые красивые, самые любимые. Все, пока-пока.